Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. Священник Яков Кротов. Я не священник Московской Патриархии, и даже я не священник Русской Православной Церкви. Я священник Православной Церкви Украины, хотя по-украински говорю плохо. Родился всю жизнь, жил, живу и думаю, что умру в Москве, если Бог даст. И в этом смысле я, конечно, русский православный. И я так всегда себя и представляю. Русский православный. А куда деться? Крещен я был отцом Александром Менем, священником Московской Патриархии в 1974 году. И в этом смысле я русский православный. И жена моя была им крещена, и дети мои были им крещены, и огромное количество моих друзей – это друзья по тому приходу отца Александра Меня. Да я думаю, что по-многому я именно русский православный. И тем не менее, сегодня я бы хотел сказать – осторожно Московской Патриархии. На самом деле, когда я, будучи неофитом, но в обращенном, говорил отцу Александру Меню, что хотел бы поступить в семинарию, он как-то так махал рукой и приводил один аргумент, что отец у меня сидел по политической статье, и, конечно, сына политического заключенного в семинарии бы не приняли. К тому же я учился уже на историческом факультете. Людей с высшим образованием или студентов из ТФАКа тоже старались не допускать в семинарии. И это было разумно. Он мог бы еще упомянуть, что мать еврейка, потому что уже в 70-е годы начинался тот антисемитизм в Московской Патриархии, который сегодня не очень виден, но который очень силен. Тем не менее, он все это говорил, а главного не говорил. Он не говорил осторожно Московской Патриархии. Он шутил в беседах со своими про то, что вот нового архиерея назначили, и архиерей-то кажется верующий. Он шутил, называл, правда, этого архиерея комиссар Жюв, потому что тот был очень похож на Луида Фенесса, если только вороду побрить невысокие, мимика схожая, нос сходный. Но главного он не говорил. Он не говорил того, что Московская Патриархия – это все-таки церковь, глубоко искалеченная тоталитаризмом. И Ленин, и Сталин ставили своей задачей, ну, задачей максимум – уничтожить церковь, и не только церковь, а религию вообще, а задачей минимум – вывести особую породу религиозных людей, которые были бы беспрекословно лояльны к их диктатуре. Потому что, когда Ленин говорил о диктатуре пролетариата, это, конечно, всего лишь был псевдоним его личной в и Ленина диктатуре. Так продолжается по сей день. Вертикаль власти, как и диктатура пролетариата, это всего лишь вывеска, фальшивая, вводящая в заблуждение на самом обычном тоталитаризме. Как выводят правильную религию, лояльную? Угрожают, кто не послушается – сажают, расстреливают. Остаются те, кто сломался, проявил послушание. Не все, кто проявлял послушание, отрекались от Бога. Этого никто не требовал. Требовали тогда не проповедовать, требовали поддерживать любую политику Кремля, требовали участвовать в фальшиво-миротворческом движении и так далее. Требовали доносить на коллег, то есть на других верующих. И тут работал такой принцип. Общий принцип тоталитаризма не заключается в тотальном контроле. Он заключается в тотальном охвате. А контроль тотальный только тех, кто на ключевых точках стоит. Другими словами, если у нас парикмахерская, то член партии должен быть директор парикмахерской. А сторож или чернорабочий, или уборщица парикмахерской не обязательно должны быть членами партии. И на них смотрят сквозь пальцы. То же самое с церковью, с журналистами, с военными и т.д. и т.п. Понятно, что все чекисты были членами партии. Но в церкви начинали вербовать в семинариях. Вербовка шла формально, вяло, но шла. И не все, кстати, завербовывались. Но если человек работал в отделе внешних церковных сношений, который в сущности был на побегушках у контрразведки и разведки, я не очень знаю, в чем разница, признаться, то там отдел внешних церковных сношений, церковный МИД, хоть православные, хоть протестантские, хоть это буддисты или иудеи, он стопроцентно был под контролем разведки. Там все были агенты, и люди жили, конкурировали за места, за должности, за зарплаты. Это конкурировали тоже все агенты. Агенты конкурируют друг с другом. А в Лубянке, вы думаете, как это иначе? Если в ведомстве более миллиона человек, а там, видимо, уже более миллиона, ну, понятно, что там идет жесточайшая борьба и конкуренция. Это неизбежно. То есть по отношению к внешнему миру они, конечно, враждебны, но между собой это тоже та еще банка скорпионов. Почему, собственно, и есть возможность все-таки стремиться к свободе, строить свободу, да и проповедовать свободу. Так вот, в церкви. И отец Александр мог бы мне сказать осторожно московской патриархии, но он, видимо, думал, что парень умный сам догадается. Он меня переоценил. Я, конечно, догадался, но, пожалуй, только где-то к середине 80-х годов. Кстати, желание стать священником у меня не прошло, потому что это, видимо, все-таки было не столько мое желание, сколько Божье призвание. Поэтому я и сейчас священник, когда многие люди, пришедшие в церковь в начале 90-х годов и ставшие священниками, уже порвались с церковью, многие уехали, в том числе и епископы, и живут припеваючи на Западе, и уже, в общем, вполне атеисты. К сожалению, а может быть, ну, в общем, это факт, что люди часто уходят из священников, не становятся прихожанами, а вообще становятся неверующими. Вот как-то перепрыгивают в мягкую стадию. А я скажу так, можно не быть священником, но вера-то при чём тут? Это вопрос социального статуса, вопрос служения Богу, а вера – это вот то, что тебя наполняет, это совсем другое. Так вот, осторожно, московская патриархия сегодня звучит значительно более грозно, чем 40 лет назад или даже чем 10 лет назад. Почему? Давайте объясню. На чём поймали московскую патриархию и Ленин, и Сталин? Чем люди себя оправдывали? Что если мы не примем сотрудничество с деспотизмом, то церковь исчезнет, останутся одни протестанты, враги, нас лишат поддержки. Это страх. Он проявился уже летом 17-го года, когда был собор Русской Православной Церкви, и на этом соборе все протестовали против того, что церковь отделяют от государства, лишают государственных дотаций. Боялись, что без этого церковь не выживет, исчезнет. Так привыкли за тысячу лет к тому, что церковь – это народная церковь, её поддерживает народ через своё правительство и так далее. Но ведь это же неправильная позиция. Спасителя никто не поддерживал, иудаизма никто не поддерживал, буддизма никто особенно не поддерживает. Да и вообще духовная жизнь всё-таки в современном мире и не в современном – это жизнь снизу. И очень часто духовный поиск, духовный рост идёт вопреки тому, что хотела бы власть, что хотел бы народ, что хотела бы моя мама и папа, и мои родные, и мои коллеги. Потому что истина, она истина, она не коллективное порождение, она моё открытие. Колумб в Америку поплыл, не взял на борт всех испанцев, несколько матросов. Это его личная Америка, его личное открытие. А большинство людей сомневались в том, что он доплывёт, и, собственно, проблема была в том, чтобы найти денег, а купцы, вкладчики, потенциальные инвесторы, не хотели инвестировать. В конце концов, вот короли всё-таки смелости вились. Так вот, Московская патриархия в начале 90-х годов, когда началось массовое пришествие людей в церковь православную, прежде всего, они ведь шли из не очень чистых соображений. Шли, потому что это родная вера, потому что страна была в кризисе, кушать было нечего, американцы посылали нам десятки тонн продовольствия, и это кого-то унижал. Я не понимаю, почему. Благодарность должна быть. А Бог меня создал, меня это унижает? А Бог мне даёт разум, совесть? Совесть я бы попросил поменьше, но с ним как-то не поторгуешься. Унижает? Да, конечно, нет. Так вот, именно тогда началась истерика против тоталитарных сект, против американских миссионеров, начиная с Билли Грэма, потому что их сравнивали с колорадскими жуками, и государство тогда считали, оно должно помочь, оградить юное православие от конкуренции. Это был только частный случай. Вы не думайте, что верующие такие вот странные. То же самое, производители окон, оконных рам, тогда только появились пластиковые, производители станков, ракет, колбасы, все требовали, ой, мы только начинаем, ой, защитите нас от конкуренции. Я не знаю, как с колбасой и с окнами, но в сфере духовной ограждать от конкуренции вырастет очень малоприятное явление. Говорились тоталитарные сектанты. Но кто как обзывается, тот так и называется. И получилась тоталитарная секта. Все критерии, которые обычно люди, боящиеся сектантов, применяют к сектам, они все оправдываются на русской православной церкви московского патриархата. К большому сожалению. Главное же, признаки не признаки. С чем бы я сравнил московскую патриархию вот на сегодняшний день? С капсулой. Есть такое выражение – инкапсулироваться, замкнуться в себе. До революции часто использовали термин «кружковщина», то есть вот «кружок». По-английски это называется «порокел», ну, приходская психология от греческого слова «парики», то есть приход, община. Вот оно в английский вошло очень давно. Кружковщина, сектанство, замкнутая психология. А сравнил бы я это с воздушным шариком. Вот воздушный шарик, в нем есть какие-то микробы, бациллы, но они не могут вырваться наружу, они все внутри. Может быть, самый первый признак такой инкапсулированности, замкнутости, когда все постороннее просто для человека не существует, хорошо проявляется именно сейчас, когда Московская патриархия стала крошиться. То есть вот человек, священник, диакон, протодиакон уходит из патриархии, ну, обычно его выгоняют, не сложились отношения с начальством. Он уходит. Вот патриарх Кирилл выгнал Андрея Кураева, диакона Андрея Кураева. Не сложилось у них, видимо, еще в конце 80-х, когда Гундяев возглавлял отдел внешних сношений. Кураев был послан к КГБ за границу учиться в семинарии, и что-то там, видимо, они не поделили, хотя вес был, конечно, разный. Потом Кураева пригрел патриарх Алексей. Многие годы Кураев был при нем секретарем, в этом качестве, кстати, полил грязью отца Александра Меня, вписав слова утешения от патриарха Алексея, что вот не все разделяют взгляды отца Александра Меня. Никто за язык не тянул, никто не спрашивал, кто все, какие взгляды не разделяют. Нашли время и место над свежей могилой такие слова произносить. Произносил комиссар Жюф, кстати. Так вот, выгнал Кураева и выгнал. И что Кураев? Кураев, ну, почти в атеиста подался, уже начал обличать православную учению епископатия. В общем, все то, что он вписывал в учебник для школ, теперь, оказывается, все неправда. Он такой либерал, такой либерал. Но он не пошел в другие православные церкви, а они в России есть. Для него это немыслимо. Он скорее будет один, как Медведь Шатун, что-то говорить и писать, но выйти к другим православным ни за что. Ни за что. И он даже не стал ближе к отцу Александру Меню. Он даже не извиняется и сейчас за то, что поливал грязью отца Глеба Якунина и так далее. Все равно для него те, кто враги московской патриархии, они для него и сейчас враги. Он просто хочет ту же московскую патриархию только во главе с собой и чтобы жила по своим лекалам. То есть это как Навальный, который хочет свергнуть Путина, хочет чистой, некоррумпированной России, но он не хочет, скажем, России без атомного оружия. Он не хочет России, чтобы было как в Америке. Нет, он хочет тех же щей да пожиживлей. И я не возражаю, пускай так. Это все лучше, чем патинизм. И дай Бог Навальному здоровья и поскорее пусть бы его освободили. Я очень на это надеюсь. Мой отец сидел 18 лет, но для меня каждый человек, который попал в тюрьму, несчастный, старстотерпец, страдалец. Выпускай, выпускай. Возвращаясь к нашим православным, в интернете существует такой сайт Ахилла в честь диакона Ахилла, героя романа Лескова Соборяне. Ведет его тоже бывший диакон Московской патриархии. Из текстов этого Ахилла фамилия его Плужников не очень понятно, он еще верующий или уже совсем нет. То есть люди поливают грязью Московскую патриархию, травят, ругают, но они все равно не стали друзьями протестантам, они все равно не стали друзьями другим православным, которые не в Московской патриархии. То есть это люди ушли недалеко. Как вот продают воздушные шарики, и мне ужасно нравятся, у которых внутри еще несколько воздушных шариков, уж как это делать, прямо представить не могу. То есть люди закрылись, скажем, от патриарха Кирилла, но в воздушном шарике остались. Они все равно внутри этой банки, внутри банки они создали свою банку, внутри капсулы свою капсулу, внутри секта свою секту. Это, кстати, не проблема московской патриархии, это, в общем-то, наверное, типичный для любого человека способ решения проблем, самый легкий. Замкнуться в себе, это деструктивный способ, непродуктивный, замыкаясь в себе, мы не допускаем в себя, в свою жизнь единственный метод решения любой задачи, коммуникацию с другим, разговор с другим, открытие себя Богу, жизни, опыту, людям, новому, изнутри себя, не то, чтобы новое не вытащить, но это будет только зародыш, и тому новое, что зреет в нас, тому творческому, что мы внутри создаем, ему, как ребенку, нужно попасть не в волчью стаю, не в безвоздушное пространство, а в общество людей, мы должны родить себя для людей и делать это каждый день, на этом стоит символика и таинство крещения, родись второй раз, тебя обидели, оскорбили, родись второй раз, не умирай, не становись озлобленным, мрачным, живым покойником и живым трупом, так вот, осторожно московская патриархия вовсе не означает осторожно мины, сюда ходить нельзя, означает осторожнее, друзья, вы попадаете в место, куда стоит попадать, иначе бы я не затевал этого разговора, это место, где есть верующие люди, нормальные верующие люди, не агрессивные, добрые, смиренные, их можно найти в любом храме, да дело даже не в том, кто есть, а дело в том, что если я верующий, мне хочется молиться с другими, мне хочется молиться не только у себя дома, а молиться сообща с кем-то, и поэтому, если я попаду в Индию, или, ну, где точно православных нет, к индейцам амазонки, я буду с ними молиться, чему бы, хотя там, наверное, тоже все уже римы католики, короче говоря, ради молитвы я готов прийти, ну, даже к сатанистам, они, кстати, в общем, самые безобидные, что есть в мире, там настолько очевидно, что у людей просто невроз, ну, какому они сатане молятся, он же не отвечает, сатане молящиеся не нужны, в общем, я приду в буддийский храм, ну, синагога, это если меня пустят, я буду очень рад подчету за честь, и к католикам, и к протестантам, и в московскую патриархию, мне хорошо, я живу в районе, недалеко от центра, вокруг меня, там, 20 минут в любой храм можно зайти, и армянские, и православные, грузинские синагоги, да синагоги тоже, в общем, недалеко до Марьиной рощи, так вот, мне кажется, что ходить надо, молитва наедине, и молитва с другими, это две большие разницы, ты словно, на самом деле, ты перестаешь позерствовать, то есть, конечно, когда я молюсь с другими, тут все равно элемент эксгибиционизма, позерства будет, но и когда я молюсь наедине, он тоже есть, тоже не избежать, почему очень трудно быть монахом, это большое искушение, большое испытание, почему во время карантина, когда мы все сидим по домам, мы же не становимся более искренними, более добрыми, мы не успокаиваемся, мы звереем, потому что царство Божие внутри нас есть, но и ад тоже внутри нас, вопреки тому, что сказал Сартр, другой это ад, нет, ну, может в Париже, у Сартра, в кафе литературном, куда он ходил, другой это ад, а у нас, в России, я это ад, ад внутри меня, но не только же ад, как говорил Бердяев, в каждом человеке есть дырочка, проверченная в бесконечность, но и дырочка, проверченная, из преисподней, тоже есть, мы такое, знаете ли, двустволка, осторожно, вы в любом храме можете найти место, где вам хорошо молиться, но в любом храме вы можете найти и место, где вам будет плохо молиться, вы хотите исповедоваться в грехах, осторожно, ну, не надо говорить, что я согрешил, хочу убить Путина, но не заготовил все необходимое, и вообще оттягиваю этот момент, не надо, зачем, это технические детали, скажите, что я хочу убить человека, и послушайте, что вам ответит священник, а имена, фамилии, явки, это не предмет для исповеди, может быть, у вас нетрадиционная сексуальная ориентация, может быть, вы, как я, гетеросексуал, ну, другими словами, козел позорный, распутник, сексуальный маньяк, это ко мне, то есть ко мне точно не надо, вот, не надо вдаваться в подробности, говорите, согрешил, глудными помыслами, а перечислять-то зачем, вы еще картинки принесите из интернета, вы еще поделитесь с батюшкой адресами веб-сайтов, ну, со мной можно, а с другими не надо, в любом храме, и помните, тут как в парикмахерской, если вы говорите с архиереем, в Кубе должна быть осторожность, если вы говорите просто вот с таким же, кто рядом с вами стоит, говорите, как с любым прохожим и знакомым на улице, можете напороться на единоверца, на близкого человека по духу, а можете и нет, но с кем-то говорить все-таки надо, тем не менее, где вот жестко включается тормоз, вот в 70-е годы, мы ведь тоже на Пасху всегда зачитывалось пасхальное приветствие, отец Александр Мень зачитывал, и там всегда было про то, как американская военщина бомбит Вьетнам или Камбоджу, но отец Александр Мень читал без энтузиазма, мы слушали тоже без энтузиазма, но мы понимали, что он должен, вынужден, что идти к какому-нибудь священнику, который этого не читает, служит у себя на квартире, но который антисемит, нет, я лучше предпочту цитату из Брежнева, чем от сердца антисемита, цитата из Брежнева формальность, а антисемитизм свой незаемный. Поэтому в сегодняшней Московской Патриархии возможно быть, но надо все, значит, примериваться и с умом. Осторожно, российский баптизм, это ведь кошмар, Московская Патриархия прямо участвовала во вторжении России в Украину, просто прямо под видом переноса святынь там шпионы готовили пятую колонну, которая значительно облегчила вторжение. Ну, российские баптисты, например, баптизм в Россию пришел из Украины, первоначально он даже назывался словом штунда, то есть час, потому что его принесли, ну, он зародился среди украинских немцев, там были большие колонии немецкие, и многие российские баптисты, они этнические украинцы, но в 14-м году они предали своих единоверцев, они предали своих родственников в Украине, они заняли нейтральную позицию. Многие, а многие просто кромнашистскую позицию, что, на мой взгляд, это позор и милитаризм, и соучастие во лжи. Русские иудеи тоже осторожно, российские буддисты тоже осторожно, российские мусульмане о-ля-ля, вдвойне осторожно. Это же и есть тоталитаризм. Мы живем в мире, где тотально все заминировано. Конечно, можно пройти и ни разу не наткнуться на растяжку, а можно очень даже наткнуться. И, кстати, я напомню уже на всякий случай, к вопросу Дели Нового Величия, что были такие зверские мины, я надеюсь, сейчас их нет, когда помещали взрывчатку в куклы, и дети подбирали, и ребенку оторвало руку или ногу. И когда вы видите кого-то, кто очень так вот настроен боевито, давайте сделаем группу, наберем взрывчатку и взорвем все, вот это та самая кукла с динамитом. Не надо на это покупаться и на это вестись. По этой же причине небольшой сторонник старобрядчества, ну, так называемый катакомбного православия, потому что всюду, где только вот на ненависти к власти, к московской патриархии, да, казенная церковь, но ненавидеть надо грех, а не казенную церковь. И поэтому и в казенной церкви могут быть люди нормальные, верующие, добрые, а мы в неказенной церкви мы добрые, я нет, ну, не очень, говорят окружающие. Хотя кто их спрашивает, они почему-то пищат и кричат злой ты, морозка, безжалостный. Не надо никого ненавидеть, но осторожен быть надо. И поэтому, говоря осторожно московской патриархии, я обращаюсь прежде всего к тем, кто уже там. Сейчас там новая волна пошла, вот буквально обсуждается, а хорошо ли быть со своими палачами в одной церкви. Это в связи с протестами, когда ты можешь оказаться в храме, где рядом с тобой будет стоять силовик, который тебя дубинкой совершенно противозаконно бил под ребра. А я скажу так, а мы как хотим просто вот распределиться, палачи отдельно, заключенные отдельно? Я не хочу. Я не хочу. Любой из нас может предать Христа, а предать Христа значит предать меня. Поэтому мы все хором читаем, небо врагом твоим тайну повем, не лап занять и дам я каиуда. Да не буду я палачом ближнему своему. Значит, вопрос не в том, чтобы изолироваться от палачей, а в том, чтобы не было палачей, чтобы вызывать к палачам, в том числе к палачу в себе. И для этого надо, чтобы не было воздушного шарика, для этого надо, чтобы не было капсулы. И никто вас, друзья мои, не будет оттуда вытаскивать. Многие мигрируют и там уже вздыхают с облегчением, но это не наш вариант, тех, у кого нет возможности мигрировать. А я и не хочу. Я русский писатель, мне в России сподручно. У меня тут аудитория. Выход, значит, в чем? Проткнуть изнутри. Не для того, чтобы исчезла Московская Патриархия. Это была мечта отца Глеба Якунина, но его при поддержке руководства Московской Патриархии запихнули в ссылку просто в центр холода. А меня нет. И его можно понять, почему он так хотел разрушить своих иуд, а я думаю, что не надо их разрушать и не надо надеяться изнутри преобразовать, но впустить воздух. В воздушный шарик надо впустить воздух. Тогда, ну, что он лопнет, во всяком случае, воздух перестанет быть спёртым. В общем, цель определена идти за Христом, и для этого надо всё время смотреть, как мы идём. Вот аттракцион летом-то заводят. Чудный аттракцион. Вы залезаете в пластиковый шар на воде и идёте. Это хождение по воде? Это не хождение по воде. Это кувыркание и головокручение. Но, к сожалению, наша религиозная жизнь и вообще наша жизнь в значительной степени именно такова. А надо идти за Христом, Богом по воде. Штормовой, тёмный, дует ветер. Ветер дует, а мы уж как-нибудь всё-таки там. Кто кроссом, кто брасом, кто по собачьи, кто по лягушачьи. Я, наверное, по лягушачьи. Но, главное, за Христом, а он всегда открыт другим. Вот в этом мы переборщить не можем с открытостью. Это был Яков Кротов. Мой сайт яков.векс. На ютубе «Голос Якова». Счастливо, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!